История полна загадочных событий, нераскрытых дел, запутанных обстоятельств. Что стоит за блистательными победами и великими свершениями? Кто скрывается за тайными заговорами и сокрушительными поражениями? Ответы на эти вопросы знает Дмитрий Дибров. Неизвестные подробности, удивительные факты, достоверные источники. Всё это хранится в его секретной папке. 1945 год. Капитуляция фашистской Германии. Четыре года войны с СССР закончились для неё полным крахом. Это немецкие военачальники времён начала Второй мировой войны. И, конечно, в голову приходят некрасовские строчки. Грудь с гору, глаз на выкача. Это вот Кейтель, это вот Йодель, это Геринг. Но после капитуляции их не узнать. На лицах смятения и боль поиска не то чтобы оправдания, хоть бы объяснений своему чудовищному поражению. Что же, по их мнению, стало главной причиной разгрома некогда непобедимой? Армии Третьего Рейха. Русские морозы, отсутствие дорог. Это правда. Но не только это. Главный просчёт – острая нехватка разведывательных материалов. Причём ещё до начала военной кампании. Вот такой ответ нашли для себя повергнутые немецкие генералы. До войны мы имели очень скутные сведения о Советском Союзе и Красной Армии. Мы страдали постоянно недооценкой русских сил. Силы России представляли собой большую неизвестную величину. Что это? Попытка переложить вину? Или действительно провал спецслужб Третьего Рейха? Что, а точнее, кто помешал разведке фашистской Германии получить максимум сведений о будущем противники? И о чём бы не знал Берлин, нападая на Советский Союз? В начале весны 1941 года в Москве, в подвале одного из старых домов в Хлебном переулке, прорвало водопроводную трубу. Ремонтная бригада пыталась ликвидировать аварию. Никто из жильцов не мог даже заподозрить, что под видом рабочих в подвал спустили сотрудники НКГБ, а прорыв трубы инсценирован для отвода глаз. Целью советских контрразведчиков был соседний особняк – дом номер 28. Сейчас в этом здании располагается посольство Исландии, а 70 с лишним лет назад здесь проживал военный атташе Германии в СССР Эрнст Кёстринг. Специалистам Слубянки необходимо было добраться до содержимого его сейфа, а кроме того, установить прослушивающую аппаратуру. Операция прошла успешно. Особняк Кёстринга буквально нашпиговали жучками, и никто ничего не заметил. Когда прослушивающая аппаратура в кабинете Кёстринга появилась, это уже на дворе был март 41-го года, естественно, обстановка была наколена, все ожидали войны, и получение информации из этого источника, оно было очень важно для контрразведки. В оперативных сводках НКВД Эрнст Кёстринг числился под псевдонимом «Кесарь». С ним контрразведчики были хорошо знакомы. Недаром у себя в Германии Кёстринг считался экспертом номер один по России. Русский немецкий военный атташе говорил абсолютно чисто, чем очень гордился. Примечательный эпизод, когда Кёстринг возмутился по поводу «Бьёс и Дни Турбиных», где есть сцена эвакуации Гетмана Украины из Карападского. Он бежал в Берлин под видом раненого немецкого генерала в сопровождении майора германских войск, который обеспечивал его переправку. Генерал фон Шад случайно зацепил брюками револьвер и попал себе на голову. После спектакля Кёстринг обижался, слушайте, ну что это за акцент у немецкого майора? Казалось бы, что, обижаться? А вот в чем дело. Майором-то этим был он сам, Эрнст Кёстринг. В 18-м году он служил в германской военной миссии при правительстве Скоропадского. Теперь о русском языке. Не мог наш Эрнст говорить с таким чудовищным акцентом, ибо родился и вырос он в Подмосковье, где его папаша верой и правдой служил управляющим имения серебряной пруды Шереметьевна. Он был немец природный и немецкий подданный. И отец у него был немецкий подданный. То есть он не был подданным Российской империи, но он родился здесь. Он жил здесь до лет 18. То есть у него был свободный совершенно русский язык, прекрасный русский язык. То есть невозможно было при общении с ним понять, что это иностранец. Его глубокие знания о своей малой родине оказались весьма востребованы во время Первой мировой войны. Служебная карьера Кёстринга развивалась по линии разведки. После капитуляции Германии он остался в армии и по-прежнему считался большим знатоком России. Так что неудивительно, что в конце концов он снова оказался здесь, как представитель Рейхсфера. Однако с приходом к власти нацистов, 57-летнего Кёстринга, как представителя старой формации, отправили в отставку в чине генерал-майора. Но ненадолго. Дело все в том, что придя к власти, нацисты не обладали своими кадрами для дипломатическими и своими кадрами, естественно, военных разведчиков, военных дипломатов. И поэтому они были вынуждены использовать то, что есть. То есть то, что им досталось от Веймарской республики. В 1935 году Эрнст Кёстринг снова едет в Москву и снова в должности военного атташе. Налаживать контакт с Советской Россией. Однако его истинные функции очевидны. Я думаю, что в отношении Кёстринга у контрразведки иллюзий не было никогда. Чем он здесь занимается, для какой цели он сюда прислан. Поэтому по нему работали именно как по разведчику. 7 мая 1937 года из Москвы в южном направлении выехал довольно необычный автомобиль Хорьх 901. В будущем самый популярный немецкий штабной вездеход Второй мировой войны. Но тогда его серийное производство в Германии только начиналось. В СССР этот автомобиль существовал в единственном экземпляре. Он был специально доставлен по заказу военного атташе посольства Германии генерал-майора Кёстринга. Машина понадобилась для езды по бездорожью, поскольку Кёстринг изъявил желание отправиться в отпуск на популярные курорты Крыма. И не поездом, а именно на машине. Советские дипломаты не нашли повода отказать коллеге. Хотя мало кто на Луганке сомневался, что истинная цель поездки – тест-драйв немецкой техники на русских дорогах. Второй целью было изучение местности, которая впоследствии может стать театром военных действий. Это состояние дорог в данное время года, мосты, переправы, населенные пункты, может быть, какие-то военные объекты, которые находятся, так сказать, в пределах видимости с дороги. Стоит ли удивляться, что в столь дальний путь немецкий атташе выехал не один, а с почетным экскортом? Из доклада номер 26-37 от 2 июля 1937 года. Совершенно секретно. Через несколько километров по выезде из пределов Москвы мне стало ясно, что впервые за мной, так же, как и за всеми другими атташе, гонится по пятам ГПУ. Сотрудники ГПУ, одетые в штатское, сменялись в каждой области и в каждой республике. Хотя они никогда не вмешивались, им удавалось одним только своим присутствием делать почти невозможной какую-либо продолжительную беседу. Их было во время моей поездки около 40 человек. Кёстринг был уверен, рано или поздно преследователи отстанут, ведь советские машины просто не могут конкурировать с немецкими. И ошибся. Знаменитая МК «ГАЗ-М1» всегда висела на хвосте, справляясь с российской распутицей не хуже иностранного вездехода. Кёстринг наметил для себя более чем серьезный маршрут. Даже по нынешним меркам. Москва, Киев, Одесса, Ялта. Затем пароходом до Новороссийска и снова на машине через Туапсе в Сочи. После Сухуми, Владикавказ, Пятигорск, Армавир, Ростов-на-Дону, Донбасс, Харьков, Куск, Орел. И, наконец, возвращение в Москву. Весь маршрут ему запланированно пройти не удалось, потому что он не смог попасть в Крым на теплоходе с машиной. Там не было условий для разгрузки его автомобиля. В Москве успешное возвращение Кёстринга вызвало что-то вроде сенсации. Немногие вообще верили, что такое путешествие возможно. Общий пройденный километраж составил ни много ни мало 5303 километра, которые немец преодолел за 45 дней. Военный атташе, вероятно, стал первым человеком в СССР, который за один раз посетил на машине Нечерноземье, Украину, Черноморское побережье, Северный Кавказ, Кубань, Донбасс, Поволжье. Впрочем, не обошлось без касусов. Когда он проезжал по степям Сталинградской области, то увидел на дороге голосующего фельдъегера с портфелем, с секретными документами, у которого сломался автомобиль, и он ловил попутку. В качестве попутки он остановил автомобиль немецкого военного атташе. О чем говорили пассажиры и что стало с неудачливым фельдъегерем, история умалчивает. Впрочем, проблем с получением разведывательной информации у Кёстринга не было и так. Он смог оценить и подробно описать транспортную и промышленную инфраструктуру в районах, где пролегал его маршрут, а также дать оценку моральному состоянию восточных народов. Человек в возрасте, человек за 60, предпринял, в общем, такое довольно тяжелое путешествие, чтобы составить себе представление о Советском Союзе. Ну, составил, плохое впечатление составил, значит, предупредил, передал всю эту информацию в Германию, где сделали вывод о, в принципе, слабости Советского Союза. Что касается самой машины, то тут Атташе был вынужден признать, что она оказалась тяжеловата и для дорог, и для мостов преимущественно деревянных. Но в целом, хоть и с трудом, вездеход Хорьк-901 испытание выдержал. Из доклада номер 26, дробь 37, от 2 июля 1937 года. Совершенно секретно. Была развернута средняя скорость в 40 км в час. После того, как было сделано 1500 км, сломались 4 рессоры. Запчасти нужно было доставать из Германии. Мне кажется, что это происходит от того, что в Германии невозможно даже искусственным путем создать такую дорогу, которая была бы по своему устройству похожей на здешние шоссе и дороги. Эта поездка совершалась на протяжении сотен километров по разбросанному щебню и выбоинам. Общий вывод – возможность передвижения на колесах, на мотоцикле и на легковых автомобилях за пределами очень немногих шоссе исключена. Подробно доклад Кёстенга о своем путешествии в Берлине оценили высоко. Настолько, что военного атташе произвели в генерал-лейтенанты. А вот насколько его данные соответствовали действительности – об этом чуть позже. А пока попробуйте представить себе реакцию фашистской верхушки, узная ли, что доклад Кёстенга до них внимательно изучили на Лубянке. А ведь так оно и было. Перед отправкой в Берлин доклад хранился в особняке Кёстенга. Там-то его и пересняли медвежатники оперативно-технического отдела НКВД, то есть специалисты по вскрытию сеть. Надо заметить, что в этот кабинет советские контрразведчики, в общем-то, наведывались с завидной регулярностью, о чем его хозяин даже не догадывался. Вскоре после автомобильного турне Кёстренга советскую контрразведку возглавил Пётр Федотов, которому не было и сорока. Он же будет руководить ею до конца войны. И это говорит о Федотове как о профессионале высшей пробы. Человеке, сумевшим противостоять лучшим разведкам мира в очень непростой период времени. Контрразведка находилась не в самом лучшем состоянии, потому что постоянно шли репрессии, чистки в рядах органов безопасности. Назначение Федотова совпало с разработкой в Германии операции «Барбаросса» плана вторжения в Советский Союз. С этого момента все немецкие разведорганы были нацелены на получение максимально полной информации о будущем противники. Визуальная разведка, поездки по стране, посещение различных парадов, военных учений, куда их приглашали, изучение прессы и, соответственно, контакты с различными официальными лицами советскими, ну и также с населением, если это удавалось. Вот, собственно, весь инструментарий, который позволял им добывать какую-либо информацию. Жесткая внутренняя политика СССР привела к тому, что вражеским спецслужбам просто не удавалось создать на территории Советского Союза шпионскую сеть. В условиях так называемого «большого террора», в условиях жесточайшего контрразведывательного режима иностранец всегда воспринимался как носитель угрозы, как потенциальный шпион. От иностранцев люди шарахались, как черт от лады. Генералу Кёстрингу даже приписывают такую фразу. Скорее, араб в развивающемся белом бурнусе пройдет неприметно по улицам Берлина, чем иностранный агент по России. Германскую военную машину обычно представляют как некий идеально отлаженный механизм, который четко работает и не дает никаких сбоев. Но были и у немцев образца 1941 года слабые стороны. И одна из таких слабых сторон как раз и была немецкая разведка. Германская разведка испытывала острый информационный голод и пыталась утолить его любым способом, чем не применуяли воспользоваться на Лубянке. Кёстр Федотов делает ставку на одного из самых одаренных агентов НКВД Николая Кузнецова, блестяще говорившего по-немецки, причем сразу на нескольких диалектах. В недалеком будущем Кузнецов – герой Советского Союза. Он получит это звание в 1944-м, посмертно, за храбрость, проявленную в тылу врага, ликвидацию 11 генералов и высокопоставленных немецких чиновников на оккупированной территории. Но это будет позже. Пока же Кузнецов вживался в образ советского немца Рудольфа Шмидта, инженера-испытателя Московского авиационного завода номер 22. Из воспоминаний ветерана органов госбезопасности Реснова. Главным объектом внимания нашего отделения были дипломатический и технический персонал посольств Германии и Словакии. Квартира дипломатов и сотрудников, не имеющих рангов. Мы точно знали, что шпионажем занимались почти все. Некоторые иностранные дипломаты не брезговали уличными барахолками, например, знаменитой толкучкой в столешней Коломпереулке. Здесь можно было прикупить интересный антиквариат или выгодно продать простенький контрабандный товар. Так советник словацкой миссии Гейза Владислав Крно имел негласную прибавку к жалованию за счет спекуляции ювелирными изделиями и наручными часами. Вскоре Крно познакомился с неким молодым человеком. Фолькс-дойче, умен, образован, прекрасно говорит по-немецки. Дипломат и подумать не мог, что его новый приятель, агент НКВД, колонист. Такой псевдоним носил Николай Кузнецов, он же Рудольф Шмидт. Он был тут же подставлен под вербовку представителям некоторых дипломатических миссий. И они, так сказать, очень охотно клюнули на эту наживку, стали с ним активно работать, потому что как инженер-испытатель московского авиазавода он, естественно, представлял определенный интерес. Крно очень быстро проникся доверием к Шмидту. В конце концов, Словак признался, что работает в интересах германского Абфера. Крно познакомил агента советской контрразведки ни много ни мало с личным коммердинером немецкого посла Гейнсом Флегелем. А тот, в свою очередь, настолько расположился к Рудольфу, что подарил ему экземпляр книги Гитлера «Майн кампф». И не только. У меня в руках секретный документ, донесение от источника «Колонист». Так вот, колонист сообщает, что Флегель Хайнс с женой Ирмой гостили у него и сделали рождественский подарок, а именно, значок «Национал социалистической партии». Какой дорогой подарок! Ведь вот такие значки носили близко к сердцу все члены фашистской партии. И, как видно, так же слишком близко к сердцу Флегель принял симпатию к новому приятелю, что совершенно потерял бдительность. Это же надо было додуматься, показать едва знакомому, не весть откуда взявшемуся молодому человеку, личную квартиру посла в чистом переулке, да еще и во время его отсутствия. Так что вскоре на Лубянке имели подробный план покоев Шуленбурга, расположение комнаты и описание рабочего кабинета. О том, что Рудольф Шмидт, агент НКВД, узнал только один человек, да и то при весьма неблагоприятных для себя обстоятельствах. Словацкий советник РНО все-таки погорел на контрабанде, когда продавал Кузнецову очередную партию часов. В этот момент как раз нагрянули контрразведчики и по видам милиции запротоколировали этот акт спекуляции, который тогда был уголовно наказуем. У РНО не оставалось почвы для выбора, чем стать источником советской контрразведки. С этой минуты РНО делал все, чтобы избежать дипломатического скандала. Передал посольские шифры, сообщал сведения о подготовке фашистских Германии к вторжению в Советский Союз. Кроме того, помог подобраться к заместителю Кёстринга, еще одному немецкому разведчику, военно-морскому атташе Норберту фон Баумбаху. Насколько Баумбах был, скажем так, разведчик серьезный, можно указывать тот факт, что во время войны, то есть уже позже, в 1942 года Баумбах возглавил разведку, разведывательную службу Криксмарина, то есть военно-морского флота Германии. Из воспоминаний ветерана органов госбезопасности Реснова. Баумбах один, без семьи, жил на улице Воровского. Перед нашим отделением была поставлена задача забраться в его документы. Знали, что дома он держит сейф. Квартира никогда не пустовала. Когда Баумбах отсутствует, в ней занимается хозяйством горничная из русских немок, довольно миловидная особа лет 30. Хронос вел Кузнецова-Шмидта с Баумбахом, а тот, в свою очередь, сумел обаять помощницу морского атташе. По этой части колонисту также не было равных. Кузнецов просто отвлек на себя в определенный момент его горничную, и в этот момент помещение освободилось, Баумбаха не было дома, и к нему удалось проникнуть и залезть в сейф. Там у него нашли очень интересный такой обзор вот этой морской блокады Англии, то есть вот эта вся война на море, связанная вот с битвой за Англию. Кроме того, скопированные бумаги позволили обезвредить агентурную сеть, которую пытался создавать военно-морской атташе Баумбах. Впрочем, головной болью для Москвы были не только немецкие дипломаты. 17 марта 1941 года сотрудники советской милиции поймали, как им казалось, беглого заключенного, который шел на лыжах в районе железнодорожной станции Пукса. Сейчас это Архангельская область. Задержанного доставили в районный отдел НКГБ. Вскоре выяснилось, что одинокий лыжник никто иной, как военное атташе посольства в Финляндии, полковник Люитин. Статус военно-атташе – это официальный статус. Это его, так скажем, прикрытие, это его безопасность, что даже если он будет проводить какие-то разведки легального характера, нелегального характера разведки мероприятия проводить, то при захвате они всегда имеют иммунитет, и они уходят от, так сказать, уголовного наказания. Это была далеко не первая попытка Финна тайно исследовать северо-западные области СССР. На Лубянке полковника так и называли «Лукавый». Псевдоним «Лукавый» Люитин получил у службы наружного наблюдения советской контрразведки по особенностям своего поведения, потому что постоянно в своих вот этих разведывательных поездках он пытался уйти из-под наружного наблюдения. В Советский Союз Люитин попал сразу после окончания советско-финской войны, которую он прошел в качестве командира береговой артиллерии. И, пользуясь дипломатической неприкосновенностью, сразу приступил к сбору разведданных, особенно активно в районах Ленинграда и Карельского перешейка. Что яснее слов давало понять, Финляндия рассчитывает на реванш и довольно скорую. Финляндия надеялась, что с помощью Германии она не только возвратит то, что потеряла, но она приобретет те территории, на которых проживало финно-угорское население. Полковник Люитин слыл наблюдательным разведчикам и чрезмерно активным. Посольство-то находилось в Москве, поэтому он достаточно часто ездил в Ленинград под различным предлогом и потом уже пытался там, в районе Ленинграда, двигаться по территории, где находились воинские части, различные военные объекты, оборонительные сооружения. Таких поездок из Москвы в Ленинград финский дипломат совершил с десяток. Он считал вагоны воинских эшелонах, ходил за группами красноармейцев до ворот их частей, посматривал в щели заборов, послушивал разговоры в пивных и очередях. Другими словами, не гнушался ничем. Здесь, помимо профессионализма, должны еще личные качества быть. Смелость, решительность, хитрость. Конечно, он лукавый. Почему? Потому что он хитрил. Он, так сказать, обманывал там проще, но обманывал не потому что он, так сказать, какой-то там подлинненький проще, а потому что характер выполняемых или проводимых их мероприятий, она требовала от него этого. В арсенале Фина были приемы и похитрее. От хвоста наружного наблюдения он и его помощники избавлялись весьма примечательным способом. В интересующем их районе, взяв в руки лыжи, дипломаты прямо на ходу спрыгивали с поезда. Так, например, в конце 1940 года под Ленинградом они на полном ходу сиганули с поездах песенки «Москва». Нашли беглецов только через несколько часов, в 50 километрах от этого места. Да, быть может, советские контрразведчики и уступали финским оппонентам в такой военно-спортивной дисциплине, как бег на лыжах, но профессиональной смекалки им было не занимать. Наутро, при выезде из гостиницы, финского атташе и его напарника ждал весьма неприятный сюрприз. Оказалось, что одну пару лыж ночью кто-то увел, а вторую случайно сломали. Дипломаты устроили страшный скандал. Но что поделать? Кому предъявлять претензии? Власти обещали во всем разобраться, наказать виновных, объясняя, что, мол, время сейчас такое неспокойное. Лютинин шпионил не только в интересах Финляндии, о чем советские контрразведчики тоже были прекрасно осведомлены. С немцами у них был тесный контрраз, особенно по линии военных и спецслужб. Почему? Потому что они немцам оказывали помощь информацией, разведывательную информацию, которую они получали через радиотехническую разведку и через людей получали. Из беседы военного атташе Финляндии Арва Люутенина и помощника военного атташе Германии Ганса Крепса. 26 апреля 1941 года. Нам необходимы сведения о дивизиях. Кое-что у нас уже имеется, но этого далеко недостаточно. Вы должны понимать, что нам невозможно заниматься разведывательной работой самим. У меня здесь все равно важно. За это я в полной уверенности. Я хочу дать вам маленькое поручение проникнуть непосредственно в русские части и собрать сведения. Это уже приводится в жизнь. Этот разговор был записан в том самом особняке военного атташе Германии Кёстринга в Хлебном переулке, где весной 1941-го установили прослушку советские контрразведчики. На тот момент, да и, наверное, и сейчас до сих пор эта операция, конечно же, является уникальной. И немцы такого не сделали нигде. Катались по Советскому Союзу, потом сочиняли какие-то нелепые отчеты в Берлина о неполноценных русских, которые не умеют строить авиазаводы. Кёстрингу приходило довольно много людей совершенно разных рамков. В том числе и дипломаты Дружественной Германии миссии, тоже шпионивших против СССР. Советские же контрразведчики слышали всё, что происходило в этом кабинете. Прослушка велась круглосуточно. В своём кабинете дома немецкий атташе только и говорил о грядущей войне. Все записанные разговоры немедленно ложились на стол высшему руководству страны и дополняли общую, довольно безрадостную картину происходящего. Не только прослушка. На двигающейся катастрофе свидетельствовали и другие источники. И сообщение Наркома госбезопасности СССР Меркулова на имя Сталина. 14 мая 1941 года. НГКБ СССР сообщает, что начиная со второй половины апреля сего года Ряд сотрудников германского посольства отправляет из СССР в Германию членов своих семей и особо ценные вещи. 17 апреля выехала жена авиационного атташе Ашенбреннера с частью домашнего имущества. 22 апреля выехала личный секретарь германского посла Шуленбурга, захватив с собой все домашние вещи. 29 апреля выехал Швинд Йоган, зам канцлера посольства, вместе со всей семьёй. 6 мая выехала жена лесного атташе Арнсвальда и жена военно-морского атташе Баумбаха с детьми и вещами. Несмотря на внешнеполитическую игру в дружеские отношения, агрессивные намерения Германии становились более чем очевидными. И союз с Финляндией был тому лишним подтверждением. Надо сказать, что зимняя война с Финляндией, она сыграла злую шутку с Красной армией, в том плане, что Германия ещё раз убедилась в том, что она слаба и не способна сопротивляться. Это ещё раз добавило уверенности Гитлеру, что Россия есть кого с наглиняных ногами. Советский Союз слаб. На этом строилась вся военная доктрина Третьего Рейха. Кремль делал всё возможное, чтобы остудить воинственный пыл Гитлера. Он открыто демонстрировал немецким специалистам последние достижения советской промышленности, в том числе танковые и авиационные заводы, что должно было произвести нужный эффект. Однако на деле вызывало обратную реакцию. Из беседы военно-морского атташе Германии Баумбаха и помощника авиационного атташе Вундерлиха апрель 1941 года. Вы остались довольны осмотром заводов? Необычайно. Русские отнеслись к комиссии очень радушно, дружелюбно. Мы теперь имеем точное представление о русской авиации, об инженерах и техниках. В Берлине теперь будут иметь действительную картину русского воздушного флота. В общем, их качество не такое хорошее, как наше. Десяти лет им будет недостаточно, чтобы достичь нашего качества. Десяти нет. Что у них долго тянется, так это строительство заводов. Что же это происходит? Скажите, как это понять? Что доблестные немецкие разведчики как будто разом все ослепли и отказываются замечать совершенно очевидные? В это время в СССР полным ходом шла индустриализация, невероятными темпами возводились новые заводы и фабрики. За пять лет промышленное производство увеличилось в три с половиной раза. Где эти данные? В отчетах немецкой разведки. Дело в том, что информация о технически слабом отсталом государстве вполне устраивала Гитлера, поскольку он так и думал о военном потенциале СССР. Помните доклад Кёстинга и его неожиданное повышение в долгности? Так вот он отлично знал, каких именно сведений ждет от него фюрер и охотник и пустанов. В то время Гитлер уже принял решение о нападении на СССР и был твердо уверен в скорейшей победе. Делая ставку на Блицкрик, в Берлине даже не потрудились сосчитать количество советских самолетов, приуменьшив их реальное число более чем в два раза. То же самое касалось бронетанковых войск. Каково же было удивление немцев, когда они увидели, что русские мало того, что обладают большим количеством танков, так у русских есть еще и замечательные танки совершенно новых конструкций. Средний Т-34, который вообще был признан лучшим танком Второй мировой войны, ну по совокупности параметров, ну и уж тем более тяжелый КВ. Товарищи, простой армейцы! 1 мая 1941 года. Красная армия демонстрирует всю свою мощь, она пытаясь заставить одуматься будущих противников. Они все здесь на трибунах для почетных гостей и делают прямо противоположные выводы. Для немцев образца 1941 года Россия и Советский Союз было что-то вроде Тартарии. Ну, с одной стороны, вроде бы и есть страна, с другой стороны, ну разве это страна с точки зрения расы господ? Видимо, вот это отношение к неполноценным русским, как им казалось, и есть главная причина вот такого вот странного отношения немцев и странного анализа ситуации. Пожалуй, единственный, кто понимал всю грозящую Германию опасность, сам немецкий посол Шуленбург. Накануне войны он решился на отчаянный шаг, в некотором роде приедал национальные интересы, вступив в откровенный разговор с одним из постоянных посетителей посольства, кого подозревал в сотрудничестве с советскими спецслужбами. В конце апреля я виделся лично с Гитлером и совершенно открыто сказал ему, что его планы в войне с СССР сплошное безумие, что сейчас не время думать о войне с СССР. Верьте мне, что из-за этой откровенности впал у него в немилость и рискую сейчас своей карьерой. Может быть, я буду скоро в концлагере. Шуленбург оказался прав, но арестуют его и казнят в 1944 году, как участника покушения на Гитлера. Хотя тогда уже всем было понятно, что война проиграна, в том числе и тем, кто тремя годами ранее уверял всех в обратном. «Из беседы военного атташе Германии Кёстринга и военно-морского атташе Баумбаха. 15 мая 1941 года». «Наступать – вот единственно правильная вещь. Конечно, русские против войны. Я думаю, что все же они боятся. У меня создалось такое впечатление, что русские пока спокойны. То дело, о котором мы говорили, должно оставаться в абсолютной тайне. Я убежден, что в этом деле мы выйдем победителями. Прокатимся по этому салюту». Военный атташе Гёстринг здорово просчитался. Во время войны он ответственный за формирование восточных регионов, отрядов советских коллаборационистов. Куратор предателя Власова и его русской освободительной армии. Тем не менее, в 44-м Кёстринг тоже примет участие в заговоре против Гитлера, но сумеет выйти сухим из воды. Позже попадет в руки американцев, где снова станет главным экспертом по России. А вот его бывший заместитель Крэпс в мае 45-го будет пытаться заключить хотя бы временное перемирие с русскими войсками. «Нет, генерал Крэпс, ни на какое перемирие. Ни на сутки, ни на час мы не согласимся. Полная и безоговорочная капитуляция». Крэпс, так значит, стал последним в истории Германии начальником генерального штаба сухопутных войск, исполняющим обязанности, но последним. И покончил с собой в здании имперской канцелярии. А самое интересное то, что уже посмертно, то есть уже как бы в виде трупа, он совершил вот эту всю Одиссею вместе с трупом Гитлера. В конце концов, его останки были развеяны по ветру вместе с прахом фюрера. Однако 22 июня 1941 года, когда первые немецкие бомбы обрушились на советские города, все это еще было далеким будущим. Пока же предстояли четыре года самой жестокой и кровопролитной войны. А теперь я отвечу на главный вопрос. Мучивший фашистских генералов, оказавшихся на скамье подсудимых, то почему же нацистская Германия проиграла Вторую мировую войну? Наивно предполагать, что вот мало из-за недостатка разведданных их было предостаточно. Просто обо многом Берлине не желали слышать и знать. Уверенность собственной непобедимости сыграла с Гитлером злую шутку. Он недооценил своего главного врага. И в результате наша страна и наш народ оказались ему не по супам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова